Всем привет, друзья! С вами Анна Реми и сегодня в этом видео вы узнаете, как можно прошить куклу за 30 минут, а также увидите процесс прошивки на машинке. А еще получите советы о прошивке от известного в России мастера уникальных кукол ОА. Сегодня с вами на видео Светлана Барышева, а я буду за кадром в роли оператора. Всем приятного просмотра! Всем привет! Мы с вами находимся в мастерской империи кукол и сейчас я вам покажу процесс прошивки на фабричной машинке. Это, насколько я понимаю, у нас китайская машинка. Всего на самом деле машин бывает, не так много фирмы выпускает машины для прошивки кукольных голов. Бывают еще итальянские, бывают японские. Но на данный момент самая доступная машинка китайская. И в частном пользовании вот эта машинка единственная. Не так просто ее встретить дома, потому что достаточно дорогое удовольствие. А в империи кукол мы прошиваем с помощью этой машинки куколок наших. В том числе будем вам прошивать куколок на конкурс. И вы можете заказать у нас прошивку на свои куклы. Мы прошиваем как заказные головы. То есть вашу куколку мы можем убрать старые волосы, прошить новые. А также мы прошиваем куклы, заказываем на Алиэкспресс, лоты оригинальных голов и тоже их прошиваем. Материал у меня называется полипрепеллен и нейлон. Я вам не могу на самом деле точно сказать, что из них что. Он бывает очень большого количества цвета и размера. Вот видите, какая здесь красота. На самом деле у нас не такой большой ассортимент, не так много цветов. Но тем не менее достаточно есть, чтобы делать разнообразные прически. Сейчас я прошиваю волосами, которые изначально дают волну. Это материал, я полагаю, что это полипрепропилен, скорее всего. Он очень мягкий, шелковистый. Он не сваливается со временем. Вот видите, если у меня волосы свалялись, я их легко расчесываю. Потом просто можно помыть их водой, увлажнить. И естественно, эта кудрявость восстановится. Да, это вот лишние волосы здесь вычесываются, если они не взялись в прошивку. Изнутри машинка делает косичку. Я не знаю, видно ли вам. Мы, может быть, сделаем дополнительные фото. Изнутри делается косичка. То есть, если волосы подергать, то они не вынимаются никаким образом уже. Их можно только подстричь. Вот, ни с каким усилием вынуть их нельзя. Волосы выдерживают достаточно высокие температуры. Можно делать много всяких причесок. То есть, на самом деле, нейлон это самый износостойкий материал среди всех материалов для прошивки кукольных голов. И сейчас мы прошиваем куколку. Со мной здесь Анет. Которая иногда зовут крысенок Реми. Вот. Мы прошиваем. Она мне принесла аммониту. И мы решили ее прошить коричневым цветом. Если я прошиваю голову, которая уже была изначально прошита раньше, я стараюсь подать максимально близко к фабричной линии прошивки. Как правило, эта линия идет от центра макушки. Достаточно такими правильными кругами. Сейчас у меня стоит скорость оборотов 300 оборотов в минуту. Минимальная скорость оборотов 200 оборотов в минуту. И максимальная, я даже не знаю, я не задавалась этим вопросом. Но даже при второй скорости, это одна из самых маленьких скоростей, как видите, процесс происходит очень быстро. Смысл самого движения в том, что снизу подается игла. Снизу подается игла. У иглы отверстие в виде петли. Она не замкнута. Петля захватывает волос. Она может захватить не полностью весь волос. Какое-то количество волос может вылезать. Мы их потом спокойно вычесываем. И ничего страшного. То есть у нас нет такой необходимости брать целиком. Когда проходит фиксатор максимально сзади, тут есть нож. Он обрезает прядь. Но не каждую, а примерно каждый второй оборот он вырезает предыдущий. И одновременно делается небольшое отступление иголкой. То есть продвигается сама иголка. И, в общем-то, происходит такое вот движение. Ширина стежка здесь задаваться не может. То есть ширина стежка зависит от того, как ее двигаю я. И, собственно, само мастерство прошивки на этой машине как раз зависит от того, насколько равномерно я буду двигать вот этот стежок. Ну, вернее, вот эту иголку, да. То есть я могу ее двигать сильнее, я могу ее двигать неравномерно. На самом деле не идеально ровно, не идеально равномерно она двигается. Вот. Я потом проверяю как бы все это уже в готовом виде. Иногда, если есть большие отступления, я прошиваю это вручную. Естественно, на фабрике это не делается. На фабрике вы иногда можете встречать пропуски, да, в головах. Вот теперь вы будете знать, да, почему это происходит. Вот. Потому что на самом деле процесс не автоматизирован. И насколько я такой вот, насколько твердая рука, насколько больше опыта. Ну, вот видите, в принципе почти, почти идеально, да, примерно миллиметр стежок идет. И, ну, когда мы прошиваем не окантовку, это нам не так важно, что где-то они у нас шире, где-то у нас уже. Все равно, в общем и целом, видите, полностью закрывается поверхность. Вот. И этим, кстати, отличается прошивка качественная оригинальной куклы от прошивки, например, поддельной. На поддельной кукле вы можете встретить всего 3-4 стежка. И этим они ограничиваются. Ну, да, 3-4 ряда точно. Достаточно страшный, так сказать, процесс, да. С очень большой силой вращается рычаг, на котором нитка. То есть, если попадет рука или палец, то я думаю, что реально может быть перелом, да. И, ну, то есть, нужно быть, нужно как бы знать, откуда выходит иголка, потому что иголка выходит с очень большой силой давления. Кажется, что очень легко, но, видите, иголка протыкает толстую достаточно резину, просто как масло, да. Ну, вот, на самом деле, очень густая прошивка, это тоже не всегда хорошо. Волосы стоят колом, и невозможно их уложить, поэтому нижние совсем ряды я не прошиваю так уж прям сильно густо. Для того, чтобы это красиво лежало. То есть, это никак нам не создаст никакие проплешины. Вот, видите, ровными концентрическими кругами. На самом деле, это не единственная схема прошивки. Еще есть схема прошивки, некоторые прошивают туда-сюда, вперед-назад. Ну, я как-то изначально просто освоила вот такой метод, да. К большому сожалению, у нас нету никаких мастеров, кто бы прошивал в России, да, кто бы прошивал кукол таким способом. И совершенно некому подсказать какие-то, может быть, фишки, какие-то лайфхаки. Приходится их находить самостоятельно, вот. Приходится все ошибки исправлять самим и понимать, что ты делаешь правильно, что ты делаешь неправильно. Никакого сервиса обслуживания этих машинок нет. Ну, и вот, как видите, у нас здесь достаточно большая дыра у пробора получилась, да, когда мы старый вынимали. Скорее всего, повторного прошивания вот эту область не вы... Ну, прошивки эту область не выдержат. И поэтому в данном случае мы попробуем сделать пробор сбоку.